И святая Бога родится, спаси нас! Дорогие братья и сестры, наступает праздник Казанской иконы Божьей Матери. Что это такое для нас? Для нас, людей русских, это особенный день, потому что с этим образом связано очень многое для нашего Отечества и лично для каждого из нас. Если мы с вами вспомним вот тот период страшный, это смутное время, когда Русь вроде бы уже распалась, когда в самом центре Москвы уже хозяйничает, и хозяйничает неприятель, который другой веры, других традиций, который готовил уничтожить душу, душу русского человека. И в этот момент наш народ консолидируется, собирается, опять под защитой, под покровом Божьей Матери, с Её иконой, именно Казанской Пресвятой Богородицы, с этим списком, народ идёт освобождать нашу столицу, нашу Русь. И вот этим объясняется, почему люди светские, вроде бы не имеющие отношения к Церкви, собрались и решили узаконить день вот этого нашего всенародного единства именно в праздник Казанской иконы Божьей Матери. Потому что этот образ, он полюбился русскому народу, потому что с ним связано очень многое в нашей истории, в нашей жизни. И я сам с Центральной России родом, я вспоминаю своё детство. В какой храм ни войди, и даже в какой дом ни войди, во многих домах присутствовала всегда у нас вот Казанская икона Пресвятой Богородицы. Один из списков Божьей Матери, который близок русскому человеку. Она очень быстро, Божья Матерь отзывается на наши просьбы, на наши радости. Но радостями мы не делимся с Божьей Матерью, мы делимся скорбями. И человек, живущий на этой земле, временное существо и незащищённое существо. И наша защита – это покров Божьей Матери. В её списках чудотворных икон. Но Казанская икона – это особая икона-хранительница Руси. И поэтому я всех поздравляю с этим днём. Хочу, чтобы мы обращались как можно чаще и усерднее, сердечно к Божьей Матери. Русский народ всегда любил и любит вот такую пословицу – под лежачий камень даже вода не течёт. Поэтому не будем с вами лежачими камнями. Будем не только в этот день, в любой день, на всяком месте обращаться с сердцем. Матерь Божия, помоги нам! Мы грешные, недостойные, никчёмные, но Твоя благодать, она великая. Твоя сила, великая сила, помоги нам грешным, укрепи нас, помоги стране нашей преодолеть те испытания, те скорби, которые должны закалить нас, чтобы мы познали и были, как наши предки. Они любили ещё одну пословицу – «Без Бога нам не до порога!» Аминь. С праздником! «Без Бога нам не до порога!» Спаси нас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...